Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссёра Михаил Эверстов, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Вчера в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия состоялось торжественное открытие выставки «Сокровище Третьяковской галереи», одного из крупнейших художественных музеев мира. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Влада Владиславовна Тимофеева. Здравствуйте, Влада Владиславовна. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 32166. Во время прямого эфира вы можете дозвониться в студии и задать интересующие вас вопросы нашему гостю. Влада Владиславовна, вот Третьяковская галерея стояла ведь у истоков Национального художественного музея, но в далекие те 20-е годы это был музей изобразительных искусств, когда она подарила основу. Да, не случайно мы в юбилей нашей республики проводим такой масштабный выставочный проект, потому что в 20-е годы XX века, в это очень сложное, бурное, непростое время, наши молодые государственные деятели ставили высокие амбициозные задачи. И они считали, что в Якутии должен быть художественный музей. И совместно с научно-исследовательским обществом Сахаки Скеле возглавлял, кстати, секцию Платон-Аюнский, затем Сафронов. Был создан проект будущей картинной галереи. И уже в 1926 году представлен правительству этот проект. И Максим Амосов через экспедицию Киар вел переговоры с нарком РСФСР о возможности передачи произведений русской классики. В 1927 году Максим Амосов начинает переговоры. И в 1928 году, 8 ноября, открывает свои двери картинный зал при Краеведческом музее. В этом зале была специально создана экспозиция из 106 произведений сибирских, якутских художников. И очень важно и показательно, что наравне с русской классикой, переданной в дар Третьяковской галереи нам, Якутии, были представлены картины Ивана Попова, Михаила Носова, Петра Романова. Ныне мы считаем их основоположниками профессионального изобразительного искусства. То есть это событие не только дало толчок и импульс развитию музейного института, но и способствовало развитию профессионального изобразительного искусства Якутии. И было передано в дар сколько картин? Передано было в дар 27 произведений. Там не только живопись была, графические произведения в том числе. Я бы выделила для себя портрет кисти Тропинина. Там есть этюды Поленова-Палестинской серии. Это знаменитая серия. Есть небольшой пейзаж Левитана. Есть этюд Серова и прекрасный натюрморт первого русского импрессиониста Коровина. Также есть очень серьезные работы братьев Маковских. Поэтому состав, конечно, дал вот такую планку, уровень будущего художественного собрания. И Третьяковская галерея делает свои выставки, организует свои выставки. У нас в Якутске уже не в первый раз же, да? Да. Самая первая. В 1978 году прошла большая выставка. Старожилы Якутии помнят. В основном был удар сделан на советское искусство. Потом, в 2005 году, когда наш музей получил новое здание на Кирово-9, прекрасный такой храм искусств, вот Ася Львовна организовала выставку. Она была поменьше. 28 произведений было представлено из Третьяковской галереи. Ну вот сегодня мы открыли уже для посетителей со 2 июня очень масштабную выставку, большую по составу. Ну и вчера состоялось торжественное открытие. И там выступал и глава республики, Исен Николаев, и гиран-директор Третьяковской галереи. Зельфира Измаиловна Трегулова присутствовала на открытии. И, конечно, это еще такой подарок, как сказать, второй. И, естественно, мы понимаем, что наш выставочный проект, он не проходящий далеко для самой Третьяковской галереи. И Зельфира Измаиловна Трегулова отметила, что за последние 10 лет это одна из крупных таких выставок, потому что среди 56 произведений 17 из постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Я сама, как руководитель музея, знаю, что из постоянной экспозиции практически не выдаются вещи, потому что там программные произведения, которые являются и представляют, действительно, это шедевры, которые представляют историю искусства Отечества или, вот если у нас, то Якутии. И вчера глава республики Айсен Николаев, выступая на торжественном открытии, сказал, что это одно из самых выдающихся событий в культурной жизни нашей республики. Я уверена, что эта выставка действительно такой роскошный подарок всем нам, якутянам. Мы живем далеко, и даже если есть возможность попасть в Москву, как правило, так много забот, так много дел, что не успеваешь ты зайти, хоть и знаешь, что тут есть вот такие крупные музеи, как Третьяковская галерея. А здесь, живя у себя дома, ты спокойно можешь посетить и ознакомиться с основными произведениями отечественного искусства. Это большой подарок. Кроме этого, я считаю, что это абсолютно такой необходимый, правильный механизм для сохранения единого культурного пространства страны. И эта выставка имеет важный образовательный потенциал, связанный с просвещением, с таким воспитанием, наверное, и будущего поколения, потому что мы сейчас очень много говорим о патриотизме, а наша выставка как раз показывает целую галерею портретов выдающихся личностей. Это и композиторы, и писатели, и ученые, и художники. Там есть отдельный блок, воспевающий родную природу, историю нашего Отечества. — Ну и такие картины, которые мы все помним с детства, и такое ощущение, когда ходишь по залам, что ты как бы окунаешься в детство своё, да? — А задумка была такая, когда вообще в принципе только задумывались, мы ставили перед собой задачу, чтобы, попадая в пространство экспозиции, художник, ой, человек-посетитель попадал как бы в такой вот временной и пространственный портал, я говорю, как заходишь в экспозицию, ты сразу видишь фасад Третьяковской галереи, и потом у тебя есть возможность гулять по залам этого великого музея, и там используются цвета стен, которые характерны как раз для экспозиции классического русского искусства. — А вот искусствовед, наш ведущий искусствовед Зинаида Унарова-Иванова, она сказала, что я много раз была в Третьяковской галереи, а вот сегодня, когда я прошлась по залам этой выставки, я себя ощутила, я почувствовала, что я как будто бы вот эту ауру этой галереи, я почувствовала. — Спасибо большое, Зинаиде Ивановне. Ну, мы этого добивались. — А вот какие произведения искусства привезла Третьяковка? — Так, очень много, и начну, значит, с первых залов. Первый зал представляет такой золотой век русского искусства. Там первая половина XIX века. Я бы для себя выделила три имени. Это Арест Кипренский, это, конечно, Карл Бурилов, это, конечно, Тропинин. Ну, Кипренский известен тем, что он воспел образ национального героя, можно сказать, победителя русского воина, победившего в 1812 году, вот эту Первую войну с Наполеоном. И вот этот образ воплощен в портрете, который представлен у нас на выставке. Затем прекрасный женский уже образ создан Тропининым, золотошвейка. Вот, он абсолютно другой, да? И, конечно, Карл Бурилов, это дети Волконских, это парный портрет. Две сестрёнки нарисованы, ну, изумительные по живописи, как всегда, Бурилов со своим излюбленным таким вот использованием контрастных цветов красного, тёмно-зелёного фона, да, и на нём прекрасно вот силуэтом выделяются дети. Не женские силуэты, а детские силуэты. Ну, дальше. А следующий зал посвящён пейзажу. Но это 18-й. Это 19-й, первая половина 19-го века. А следующий зал показывает развитие русского пейзажа. Ну, там у нас Айвадзовский, Саврасов, Левитан. Ну, вот, это основные имена, потом Жуковский. И заканчиваем, очень интересно, поставили скульптуру Голубкина. Это известный скульптор, один из любимых моих скульпторов, берёзка. Она как-то перекликается, там пейзаж Жуковского, русский имперсионизм. Там тоже берёзки изображены, также фактурно, на ветру. Ну, а потом дальше идём. Дальше идёт, конечно, у нас Уриков, Репи, Крамской, Серов. Ну, я не знаю, если всё рассказывать... Ну, приняли всех основных. Мы тут не остановимся. Надо идти смотреть. Я думаю, даже то, что вы увидите на мониторе, это не передаст, надо подлинники смотреть. А здесь, конечно, шедевры подлинники. Ну, и третий зал – это уже советское искусство. Да, и советское искусство, конечно, начиная с Петрова-Водкина, начиная с Гончаровой, Архипов. А дальше идёт у нас любимый всеми решетников «Прибыл на каникулы». Мы знаем с детства. Ну, для меня одна из таких главных картин – это, конечно, произведение Попкова «Шинель отца». Это знаковое произведение 60-х годов. Вот идёт отсчёт возникновения этого сурового стиля знаменитого. Попков у истоков сурового стиля. И, конечно, очень многое можно говорить об этой картине. Скажу главное – это любимое произведение Трегуловой. Зельфира Исмаиловна. Кстати, Зельфира Исмаиловна вчера сама провела экскурсию для Айсена Сергеевича. Да, для Айсена Сергеевича. Провела замечательную экскурсию. Она прекрасный рассказчик, который понимает, любит искусство и знает его так, как она рассказывает. Это, конечно, большое счастье и удовольствие. Поэтому она очень подробно рассказала концепцию, вот этот зрительный ряд, и почему именно эти работы привезены в Якутию. Лучшие отобрали, лучшие. Действительно, шедевры у нас сокровища Третьяковской галереи. Вот о дальнейшем сотрудничестве с Третьяковской галереей у вас какие-то планы есть? Ну, конечно, для себя я уже решила внутренне, что будет очень обидно на этом как бы закончить наше... Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, а после рекламы вернемся и продолжим наш разговор с Ладой. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск. Сегодня». Сегодня гость студии, генеральный директор Национального художественного музея Влада Владиславовна Тимофеева, и мы говорим о выставке шедевры Третьяковской галереи в Якутске, посвященной 100-летию ЯССР. Влад Владиславовна, мы остановились до рекламы о ваших планах на сотрудничество с Третьяковской галереей. Да, конечно. Вот очень интересное предложение мы получили от Зельферы Измаиловны Трегуловой, и обсуждали это с Министерством культуры, с Владиславом Валерьевичем Лёвочкиным. Она очень как бы заинтересована показывать якутское кино. Она наслышана об этом уникальном феномене, и есть кинотеатр специальный в Третьяковской галереи. И у нас сложился просто в беседе такой, в творческой, такой проект показа якутских фильмов и показа выставки, сопровождающие, например, фильм. У нас есть замечательные костюмы фильма Тагиндархана. Это коллекция нашего музея, и эту выставку можно дополнить и живописью, и графикой, и скульптурой. И очень понравилась Зельфере Измаиловне резьба по бивню мамонта. То есть сделать такую разноплановую, очень интересную выставку с показом фильма. Ну, конечно, над этим надо работать. Это будущее наше. Но, я думаю, останавливаться не надо. Ну и причём это дорогостоящие, конечно, мероприятия. Да, потому что если речь идёт о музейных предметах, обязательно страховая стульность и перевозка очень серьёзная, финансовые затраты. И, кстати, Третьяковская галерея к нам бы не приехала, если бы не правительство. Правительство поддержало эту идею. И, конечно, низкий поклон Айсену Сергеевичу Николаеву, Андрею Владимировичу Тарасенко за то, что вот этот смелый, амбициозный проект был поддержан правительством. Они понимали, что действительно в рамках 100-летия ИССР как раз ложится логический привоз Третьяковской галереи. Они поддержали этот проект. И поэтому он состоялся. И такие проекты музей сам делать не может. Только чисто на спонсорах тоже это невозможно. Потому что тут необходима такая всемирная поддержка государства. Ну и я считаю, что эта выставка абсолютно не коммерческий проект. Детям до 6 лет бесплатен вход. У нас скидки для многодетных. У нас инвалиды, понятно, что проходят абсолютно бесплатно. У нас скидки для пенсионеров. Взрослый человек может пройти, оплатив 600 рублей. Я думаю, это достаточно демократичная цена. По-моему, в Москве дороже вход в Третьяковскую галерею. Ну, по крайней мере, мы постарались, чтобы эта выставка была доступна всем. Для выставки такого уровня, конечно, это недорого. Нет, недорого. Кстати, нами подготовлен прекрасный альбом-каталог. И он продается, можно приобрести. Почему? Потому что каждая картина имеет аннотацию искусствоведческую, очень подробную, очень интересную. То есть на память можно его приобрести, и потом уже внимательно прочитать, что вы посетили, почему именно эти шедевры были привезены. Там подробно написана история каждого шедевра. Ну, вот если возвращаться о... Да, сколько всего привезено было? 50 живописей и 6 скульптур. Это тоже редкий случай, чтобы Третьяковская галерея привозила скульптуру, потому что это, сами понимаете, объемные, сложные произведения. И привезли, конечно, самое лучшее. Например, в последнем зале обращает на себя внимание скульптура Мухиной. Называется «Ветер». Изображение такое метафорическое, сильной женщины, которая сопротивляется не просто ветру, а как бы течению. Она не плывет по течению. Это как бы такой автопортрет самой Мухиной, сильной, такой волевой, удивительной. Одновременно здесь можно параллель сделать с эпохой. Эпоха такая была, как бы бурлило все вокруг, клокотало, и там невозможно было вот так вот гармонично, спокойно существовать. А вот в другом зале представлена скульптура хрестоматийного русского скульптора Антокольского. Она полна гармонии, наоборот, спокойствия, задумчивости, умиротворения. Вот мне кажется, очень правильно сделали наши коллеги, что дополнили живопись скульптуры, которая обогащает каждый экспозиционный зал и наполняет смыслами. Ну, в своё время основатель этого музея Павел Третьяков, он собирал в основном картины своих современников же, да? Да. И портреты. Вот на портретах, может, остановитесь поподробнее? Так, ну, там замечательный портрет известного учёного Пирогова, врача, учёного. Николая Пирогова. Да, да. И кисти Репина. Считается одно из сильнейших произведений Репина. И почему я хочу обратить внимание на этот портрет, написан он как раз в этот сложный период, когда Пирогов понимал, что он уходит, уходит из жизни. Вот. И при этом портреты... В портрете нет драмы, да? Есть просто такой острый ум, острый взгляд, и показана вот эта глыба, вот этот человек, личность необычайная. При этом ведь он не был прекрасным каким-то златовласым красавцем, нет, да? Показан пожилой человек с неправильными чертами лица, немножко вот с таким вот как бы характерным прищуром асимметричным. Но этот цепкий взгляд, вот этот жест рук, а руки практически не изображены, а просто вот так вот в одежде, да? Специально Репин, наверное, сделал акцент на лице. Он его как бы высветил даже, знаете, такой театральный свет, выхвачивает лицо с такой вот непоколебимой, не сломленным выражением лица. Вот. Ну, еще бы я, конечно, выделила портрет композитора римского-корсакова кисти Серова. Была выставка Серова, помните, Третьяковская галерея делала. И там безумные очереди были, даже двери ломали в Третьяковской галереи. Вот этот художник... 300 тысяч собрала. Да, да, вот этот художник представлен. И замечательный портрет, такой вот поздний Серов с импрессионистической такой вот манерой. Ну, и там очень много такого графического решения. То есть, если мы все знаем знаменитую девочку с персиками, да, это ранний Серов, когда он обращался к импрессионизму, да, или девушка под деревом, то вот здесь художник как бы сузил колористические возможности живописи, да, но при этом темперамент и экспрессивность, она за счет вот удара кисти, за счет тональных вот этих переходов, выраженных художником. Очень красивый портрет. Ну, каждый портрет там прекрасен. Например, в центре самый такой большой, да, по формату портрет кисти Крамского, он изображает молодого Репина. Тоже очень интересно. Мы же знаем, кто такой Репин. А Крамской кто такой? Это был лидер передвижников. Он возглавлял это товарищество передвижных выставок. Он был мало того, что талантливый художник-живописец, искусствовед, теоретик. И у него удивительная судьба. Ведь он, когда заканчивал Академию художеств, он в протесте таком вышел оттуда, не стал защищать дипломную картину, организовал вокруг себя тоже таких, как сказать, мыслящих молодых художников. И они создали артель. Бунтарей, да. Артель художников. Потом передвижники возникают. Про каждое произведение можно долго-долго, часами говорить. Что мне нравится в нашей выставке, что помимо произведений, мало кто погружен как профессионал в биографии художников, в историю создания картин. У нас каждая этикетка сопровождается вот такой вот аннотацией. Да, и то есть неподготовленный человек может прийти. Во-первых, есть в каждом зале большой текст, развернутый, где мы говорим, почему вот здесь вот эти произведения, да, раскрываем как бы в контексте истории искусств, развития отечественного искусства. И каждое произведение у нас с аннотированной аннотацией. Это очень хорошо. И до какого продлится выставка? До 27 июля. Июля? Да, июля. Но на самом деле, приоткрою как бы тайну, мы сейчас отрабатываем возможность продления, потому что считаем, что это крайне необходимо, потому что такого масштаба выставка приехала. И хочется по максимуму, чтобы она поработала. И чтобы, ну вот, кто приедет... Чтобы не только горожане, но и жители республики. Да, 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 обязательно. Да, да, чтобы жители всей республики. А мы понимаем, что лето – это время отпусков. Как раз Якутск является такой вот мекой, когда проезжают, да, ну вот отдыхать через Якутск. В чём-то и перевалочные базы. Да, да, да. И вот будет возможность у многих проездом забежать в Национальный художественный музей, посетить вот эту прекрасную выставку. Так что, дорогие друзья, готовьтесь. Выставка продлится до конца июля, а может быть, ещё и дольше. Так что планируйте свой поход в Национальный художественный музей, чтобы посмотреть галерею, картины из Третьяковской галереи. Там действительно очень хорошая аура, очень хорошая атмосфера. И действительно, как будто бы оказываешься в самой Третьяковке. Я хочу напомнить, что понедельник, вторник, выходной. Мы работаем субботу, воскресенье. Все дни мы специально в связи с открытием этой выставки решили работать до 7 вечера, с 11 до 7 вечера. А среда у нас традиционно с 12 до 8 вечера. То есть, чтобы и работающий человек имел возможность после работы, проходя мимо, зайти и посмотреть. Да, посмотреть, чтобы была возможность. Но кроме этой выставки, у вас же завтра тоже будет открытие. Да. Нам в этом году повезло, действительно. В рамках мероприятия «Столетие СССР» проходит большой масштабный фестиваль, территория. Наверное, жители города Якутска заметили баннеры, плакаты, призывающие посетить этот фестиваль. Но это не только театральный фестиваль. Дело в том, что в нашем музее завтра открывается выставка Московского музея современного искусства. Выставка называется «Человек. Его ландшафты». Очень интересная, концептуальная выставка, которая показывает современное искусство, актуальное. Там есть инсталляции, есть живопись, графика, скульптура. И как раз, я думаю, очень так вовремя совпало, что там у нас есть и «Золотой век русского искусства», и средств современного. Дорогие друзья, мы сейчас прервёмся на рекламу, и через две минуты вернёмся и продолжим наш разговор. Не перейдяйте. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программы «Якутск сегодня». И сегодня у нас в гостях генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Влада Владиславовна Тимофеева. В студии режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. У микрофона Любовь Петрова. Влада Владиславовна, вот вы начали говорить о выставке современного искусства, которая завтра откроется. Да, называется «Человек и его ландшафт». Очень интересная выставка, она поделена на две зоны. При этом первая зона, вообще выставка на первом этаже музея находится, она расположена в постоянной экспозиции, в самом последнем зале. И она как бы отсылает человека к гармонии, к гармонии с миром, с природой. А вот следующая территория выставки, она расположена с левой стороны, там, где кафе-музей, вот отдельный зал абсолютно. И там больше вот показано, наоборот, как бы городской житель в индустриальном таком городском пейзаже. Вот как ему там живётся. На самом деле очень интересная концепция. И мне кажется, очень хорошо повторюсь, да, что есть возможность сравнить, да, золотой век русского искусства вот с современным искусством, где есть и живопись, и графика, и скульптура. И очень важно, что в экспозицию попали произведения из нашего собрания, наших якутских художников. Там есть картины Марии Магатыровой, есть скульптура Семёна Прокопьева, Максима Павлова, а также наш юкагирский художник Николай Курилов. Вот. И это специально было сделано, потому что цель и задача было показать единое культурное пространство. Оно разнообразное, оно разноголосое, оно единое. Вот. Поэтому я думаю, что надо обязательно посетить эту выставку, тем более, что билет туда как на постоянную экспозицию. Всего 150 рублей. Вот. А вход всех детей до 17 лет абсолютно бесплатен, потому что фестиваль территории, ну и эта выставка, она как бы больше обращается к молодым людям, кинейджерам, да, к людям, которые ищут себя только вот в момент становления, да, личности проходят. Поэтому мы обращаемся к молодым людям, приходите до 17 лет бесплатно. И очень важно, что в эти же дни, буквально сегодня и завтра у нас на территории музея, в музейном дворе проходит спектакль «Картон». Приехали режиссёры и актёры из Петербурга, показывают экспериментальный уличный спектакль. Это уникально абсолютно. Постановка рассказывает одну историю происхождения и жизни «Картона». Круговорот такой. Мы говорим круговорот «Картона». Цикл его жизненный. Вот. Там много параллелей, метафор. Я думаю, это очень интересно. И, кстати, вход тоже очень недорогой. По-моему, 150 рублей. Ну, может, 200. Вот я не помню. Приходите, пожалуйста. Завтра мы будем показывать его в 2 часа дня. А сегодня в 6 вечера можно успеть посмотреть. Вот. Я думаю, для якутян это очень такое что-то необычное. А вот, кстати, голова этого Акуда, там же как раз у вас во дворе стоит, да? Да. Можно как раз посмотреть арт-объект испанского художника «Первобытный мираж». Он там стоит. Да. То есть, как бы, современная культура, она как раз вот нашла друг друга. Угу. Угу. Ну, ещё у нас есть время. Вот расскажите о планах музея, да, на ближайшее. Планов очень много. Например, вот в этом месяце, уже 24 июня, в рамках Дней Татарстана в Якутии, мы открываем большую выставку в гостях у татар. К нам приезжает Елабужский заповедник, музей-заповедник, привозит более 90 произведений. Там будет и живопись, и декоративно-прикладное искусство. А татары, они прекрасно изделия делают из кожи, с вышивкой. Конечно, их искусство, как и живопись, как и прикладное, очень нарядное такое, мажорное, радостное, жизнеутверждающее, яркое. Да, это точно. Вот. Это большое событие для нас. И потом, уже в конце лета, мы планируем, что искусство Якутии будет представлено во Владивостоке в Приморской картиной галереи. Вот. Мы готовим этот проект уже полгода. Будет и живопись представлены, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство, и графика. А это в рамках обмена, да? Да, это всё в рамках столетия СССР. И опять я хочу сказать спасибо правительству Якутии, потому что чётко понимаем, мы понимаем, что искусство Якутии надо показывать. Оно у нас уникальное, оно у нас очень интересное. Богатое. Богатое, да. И вот у нас есть возможность сделать качественную, хорошую, масштабную музейную выставку в рамках столетия СССР. Ещё какие планы у вас в ближайшее время ещё есть? Ну, планов на самом деле очень много. Например, если возвращаясь, наверное, многие жители города Якутска знают, что открылась галерея зарубежного искусства имени профессора Михаила Фёдоровича Габышева. Кстати, там продолжается выставка «Фландрия, Голландия. Три века искусства». Приходите. Там очень интересная образовательная программа. Сейчас идёт «Художники и пиратство», так называется, очень забавная, интересная. Ну, если вернуться к галереи, то в этом году исполняется 120 лет профессору-меценату Михаилу Фёдоровичу Габышеву. И, конечно, мы будем проводить декаду мероприятий, посвящённую вот этой дате. А Михаил Фёдорович Габышев – это был необычный человек. Он стоял у истоков создания СССР. В своё время он исполнял обязанности наркома внутренних дел Якутии. Потом стал наркомом земледелия Якутии. Всю свою жизнь он изучал якутскую лошадь, и благодаря ему эта уникальная порода, она была сохранена. Потому что после войны, в 1947 году, им организована была экспедиция по изучению табуноводства, ну и якутской лошади, коневодства. И очень много было книг издано. То есть он эту тему поднимал и говорил, что Якутию спасёт именно кумыс, жеребятина. И были же страшные голодные времена, во время войны. Он говорил, что якутская лошадь спасёт народ. Он это искренне верил. Ну это действительно, это так, это уникальная же порода якутской лошади. Кумыс, и полностью всё используется. И кроме этого, его дар. И, конечно, мы считаем, что это действительно настоящий патриот. Патриот своей страны, своего отечества. Потому что всю свою жизнь он собирал для Якутии, для жителей Якутии, уникальную коллекцию изобразительного искусства, где представлены и малые голландцы, и итальянское искусство. Есть эпоха Возрождения, есть и Франция, и Фландрия. И 250 произведений, в том числе живопись, графика, скульптура, были в дар переданы республике. Это уникально. Не каждая республика, во-первых, владеет такой коллекцией и имеет вот такого соотечественника. Но на Дальнем Востоке мы, наверное, единственная, конечно, которая владеет такой коллекцией, замечательной. Да. И поэтому я вот Зельфире Трегуловой сказала такую идею. А ведь можно проводить выставку, посвящённую как раз такому феномену, как меценат. Вот Третьяков же это тоже меценат, он всю свою жизнь собирал отечественное искусство, понимая, что он передаст это России, жителям России, что это будет такая народная галерея. Ну да, и все про его жизни же. Да, Михаил Фёдорович Габышев, наш Третьяков. Да, действительно. Вот такие параллели. Такие параллели. Да, очень интересные. И это очень важно в наше время помнить и говорить об этом, что люди служили своей отчизне и делали такие вещи удивительные. Да, получается, бескорыстно служили. Да, абсолютно бескорыстно. Ведь это дар же был. Такие 200 картин передать в дар. 250, да, в той святине. Передать в дар. А также и Третьяков при жизни, он же тоже передал, открыл его. Вот интересные параллели, интересные. То есть мы везде находим какие-то такие вещи. И в завершении что вы скажете? В завершении я хочу сказать, что на самом деле музеи надо посещать. Потому что это место, которое заставляет человека к себе обращаться. Он себя находит там. Ведь он смотрит подлинное искусство, очень серьёзное. И искусство Якутии, и наше отечественное искусство, русское, оно прекрасное. Оно всегда как бы поднимало темы вечных ценностей. А вечные ценности – это то, чем мы живы. Вот пусть будет пандемия, да и ещё какие-то страшные невзгоды, да. А человек, он всегда как бы жив за счёт вот этих ценностей вечных. Это добро, это справедливость, это любовь, это красота. Это милосердие. Да, это милосердие. И как бы нелживо, искренне, правдиво, вдумчиво, глубоко вот эти темы звучат именно в произведениях искусства. Поэтому приходите к нам, приходите на наши выставки, приходите на постоянные экспозиции. Пожалуйста, любите искусство. И посещайте музеи, и национально-художественный музей в том числе, и также и… По Пушкинской карте. Да, кстати, Пушкинская карта, она действует, да? У детей закончили же занятия. Да, да, она действует с 14 до 23 лет, по-моему. Ну, по крайней мере, вот как раз юноши, подрастающие поколения, благодаря вот этой уникальной программе, которую предложил Путин, да, могут получить карту, на которой лежат 5 тысяч, и посетить музей, в том числе, мастер-классы музея. У нас очень интересные программы есть, образовательные, мастер-классы. Я благодарю вас, Влада Владиславовна, за это.